О, я выбрал мои слова внимательно, пержин. Может, ты должен был сделать так же. Насколько серьезными были намерения режиссера Марка Эл Лестера и съемочные группы, когда они снимали эту вступительную сцену к фильму 1985 года «Команда». Камера без всякого стеснения задерживается на выпуклых мышцах Арнольда Шварценеггера, представляя героя Джона Мэтрикса. Кроме того, Арнольд в роли Мэтрикса, как ни в чем не бывало, таскает на себе чертово бревно. Как будто это пушинка. Кроме того, эти мужественные сцены чередуются с невероятно приятными кадрами, на которых Шварценеггер и его коллега по фильму «Алиса Милана» едят и балуются с оленем. Это потрясающий материал. Номер девять. Вы еще не развлеклись? Гладиатор. Гладиаторские бои. Вот чем примечателен следующий фильм в нашей подборке. Как же лихо Максимус Децимус Меридиус убивает своих противников. Рассел Кроу уже был на подъеме, когда получил главную роль в «Гладиаторе». Но именно этот фильм помог ему подняться на вершину славы. Боевые сцены хорошо проработаны. В них есть напряжение и жестокость. Тем временем Кроу играет на своей растущей популярности у зрителей, спрашивая их. Вы не развлекательный? Его взгляд говорит об отвращении Меридиуса ко всей этой затее. Хорошее сочетание характера, слов, игры помогают сделать эту сцену успешной. Номер 8. Боль – это ерунда. Дом у дороги. Нам всем не хватает Патрика Суэйзи. Этот человек был недооцененным исполнителем с большим диапазоном, способным легко переключаться от нежности к мужественности. Эта сцена из «Дома у дороги» – потрясающий пример маскулинности. Док Клей осматривает и расспрашивает раненого Джеймса Далтона. Доктор перечисляет различные травмы, полученные героем за годы работы, в то время как Далтону накладывают скобы на рану. Он отказывается от анестезии во время процедуры, говоря Клей, что... Конечно, Далтон немного вздрагивает, но прическа Суэйзи остается безупречной, а его улыбка по-прежнему стоит миллион баксов. Номер 7. Ты куришь? Смертельное оружие. Гэри Бьюзи придает своему персонажу, антагонисту, мистеру Джошуа, неподдельную угрозу и непредсказуемость. Эта черта видна с первых минут знакомства с его персонажем, благодаря очень запоминающемуся взаимодействию с зажигалкой. Главный злодей фильма, генерал МакАлистер пытается доказать, насколько предан ему мистер Джошуа. Ты куришь? Что это должно быть связано с тем, что я куришь? Ты куришь? МакАлистер подносит открытый огонь к руке Джошуа, и тот, кажется, почти наслаждается болью, которую ему причиняют. И все ради того, чтобы доказать свою позицию. Эта сцена дает понять, что группа бывших военных и наемников настроена серьезно. Номер шесть. Жвачка закончилась. Чужие среди нас. Некоторые из лучших киномоментов в мире стали результатом рекламных реплик, в том числе и эта сцена из фильма «Чужие среди нас» 1988 года. Роуди Родди Пайпер привык к импровизации благодаря карьере рестлера в прошлом. Ты знаешь, ты видишь, как пайпер на чизу, когда в 1957 году. Поэтому Пайпер включил все свое обаяние, когда дело дошло до сцены, где его персонаж Надо входит в банк. Надо носит специальные солнцезащитные очки, которые позволяют ему видеть инопланетную расу, проникшую почти во все сферы человеческой жизни. Кроме того, он вооружен и намерен что-то сделать с пришельцами. Для этого он будет надирать задницы, но не раньше, чем произнесет одну культовую фразу. Номер пять. Бонд. Джеймс Бонд. Доктор Ноу. Как лучше всего представить персонажа? Это сложный вопрос, на который существует множество различных ответов, в зависимости от стиля фильма. Мир Джеймса Бонда, мир шпионов, интриг, секс, опасностей, требует по-настоящему культового начала. А актер должен быть способен передать этот мир на экране. Чао. Бонд. Джеймс Бонд. Эта сцена послужила образцом для бесчисленных подражателей, а также утвердила Коннери в роли идеального секретного агента. Номер четыре. Фильм Зака Снайдера «Триста спартанцев» полон культовых мужских диалогов, таких как эта, особенно запоминающаяся фраза о сражении в тени. Однако фильм Снайдера, пожалуй, больше всего ассоциируется с фразой исполнителя главной роли Джерарда Баттлера. Спарту посетил посланец персидского царя Ксеркса, который, похоже, не испытывает страха перед героем Баттлера, царем Леонидом. Однако посланника ждет суровая реальность, когда на его оскорбления, угрозы и просьбы о земле и воде в качестве дани царь отвечает отказом. Леонид сбрасывает перса в яму, положив начало дальнейшим действиям. Номер 3. Рокки и Аполло празднуют. Рокки 3. Франшиза Рокки – это своего рода синоним видеонарезок тренировок. В фильме «Рокки 4» была отличная нарезка под песню Роберта Теппера «No easy way out». И все же есть что-то такое в отношениях Рокки Бальбоо и Аполло Крида, что делает эту нарезку из «Рокки 3» особенной. Для начала нам нравится смотреть, как эти старые противники объединяются и как Аполло помогает Рокки вернуть себе глаз тигра. Реванш с Клаббером Лэнгом становится все более сложной задачей, и тренировки пары проходят интенсивно и, похоже, приносят свои плоды. Прогресс Рокки измеряется в первую очередь его способностью обогнать Крида на пляже, что он в итоге и делает. А последовавшее вскоре после этого объятие героев в воде заставляет нас каждый раз поднимать кулаки и кричать. Номер 2. Диалог крутых парней. Перевал разбитых сердец. Будем откровенны, мы могли бы заполнить весь этот список сценами, взятыми исключительно из фильмографии Клинта Иствуда. Такие фильмы, как «Гран Торино», «Грязный Гарри» и «За пригоршню Долларов» доказали мастерство Иствуда как крутого кинопарня. Однако, на наш взгляд, есть что-то особенное в поэзии, которую Иствуд изливает на Тома Хайуэя в «Перевале разбитых сердец». Мы имеем в виду сцену, где Хайуэя перебивает крутой парень, когда тот пытается рассказать старые военные истории в тюрьме. Иствуд не только выбивает жизнь из своего потенциального обидчика, но и делает это с легкостью, изрекая односложные фразы. И прежде чем мы представим наш номер один, вот несколько достойных упоминаний. Рубка дров. Мстители. Эра Альтрона. Кэп делает это старым способом. Стингрей лижет лезвие. Непобедимое. Эпическая финальная схватка. Прижигание раны. Рэмбо 3. Ах, больно. Я твой Геккельбери. Тумстоун. Прощание с Джонни Ринго. Я не думал, что ты это в тебе. Я твой Хуккельбери. Почему Джонни Ринго? Ты видишь, как кто-то просто спал в твою землю. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер один. Крепкое рукопожатие. Хищник. Немного найдется фильмов с таким количеством тестостерона, как Хищник 1987 года. И в нем есть множество запоминающихся моментов, которые подчеркивают этот факт. Например, страстный боевой клич героя Арнольда Шварценеггера в кульминационный момент фильма. Однако мы не могли не упомянуть о самом крепком рукопожатии в истории кино. Но воссоединение Арнольда Шварценеггера, Датч, и Карла Уэзерса, Дилан, закрепляется рукопожатием, которое вскоре перерастает в армрестлинг. Ты, сука, бицепс! Пот блестит. Бицепсы напрягаются, когда Датч отчитывает Дилана за то, что тот ничего тяжелее карандашей не поднимает. Это соревнование мачизма, конечно, но в самом лучшем смысле. Так, чтобы подчеркнуть, как сильно мы любим такие вещи. Какая эпоха, по-вашему, лучше всего подходит для кино про крутых парней? Напишите свое мнение в комментариях. Вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях, зацените другие ролики на канале и не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе.